Здравия всем друзья мои! Представляю вашему вниманию сборную соляночку из небольших роликов о моей новой неофинитии. Сейчас представлю вашему вниманию, как я ее купила, как я ее пересадила, как она адаптировалась, как она вот процвела после покупки. И сейчас у меня будут несколько вопросов к вам после короткого ролика о ее цветении. Буду рада выслушать ваше мнение по этому поводу. Вот такая неофинития фальката. Какое-то у нее смешное японское имя. Очень мне она понравилась за свою варигатность. Желтые такие у нее становятся листочки. Нежные белые цветки. Есть легкий аромат. Очень она мне нравится. Полюбила неофинитии. И, наверное, хочу себе еще парочку в коллекцию розовую, может быть, еще и желтую. Очень, очень! Я ну вот и еще и желтую! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Могу понять, что не нравится моим неофинитиям. Они начали, вот видно, подсушивать краешки листочков. Этот вот вообще потемнел. Он нижний, конечно, я думаю, что может он просто очень старый. Начинает сбрасывать. Но вот такая тенденция с потемнением кончиков листочков мне не очень нравится. Она цветает мне, финичка. Она здесь посажена просто в лаву. Я ее опрыскиваю. У нее такие толстые корешочки. Когда я ее получила, нижние корни все были подгнившие. Поэтому половина своих корней это растение потеряла. Разделилась на три розетки. Вот. Одна с детками. Вот эта. Эта маленькая. Эта больше, которая цветла. И при покупке и доцветает сейчас вторым цветоносом. В общем, не могу понять, что им не нравится. Может им удобрения какие-то нужны. Может все-таки посадить в моховую кочку. Но я боюсь, что их корни не любят столько влаги. Буду рада услышать, что вы думаете о моих переживаниях по поводу этого растения. Заходите ко мне в гости, смотрите ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем вам буду очень рада.